Привет, Дима! Ты являешься основателем лейбла Fashion Music Records. Расскажи нам о концепции лейбла и какие у вас планы на будущее. Привет, Аня! Лейбл Fashion Music Records был основан мной в 2010 году. Над названием мы долго думали, хотелось бы, чтобы это было что-то яркое, броское, но в то же время не очень заезженное. Гламурное название, да, потому что все-таки фэшн, индустрия, она очень неразрывно связана с музыкой. Вот решили мы вот это все, музыка, мода и запись объединить все в одно. Сразу концепция была мной разработана одновременно работать и на России, и на Европу, потому что мы прекрасно понимаем, что многие диджеи все-таки стремятся походить к чем-то и делать такой же саунд, как коллеги в Европе. Но мы живем в стране России, в которой, к сожалению, тенденции и какие-то особо модные в Европе и во всем мире музыкальные стили, они не сразу переживаются. И во многих городах до сих пор происходит, да, некий такой возврат к 2006 году. Поэтому мы сделали сразу разделение на Россию и на Европу. То есть Россия – это ремиксы на российских исполнителей, преимущественно это официальные работы. И Европа – это сотрудничество с европейскими хаос-продюсерами и авторские треки российских резидентов Fashion Music Records. В частности, я могу, можно даже так сказать, что похвастаться, что у лейбла Fashion Music Records на данный момент есть 10 официальных резидентов. Это страны Германии, Австралия, Англия. То есть в этих странах, в Италии, в основном с ними мы работаем. То есть артисты, которые и на Букинге находятся в лейбле, и в то же время с их участием проходят какие-то проекты. Новый проект готовится с диджем из Австралии, Джоли Он Печ. Все знают прекрасный хит Ферджи, ее осенний хит «Little Party Never Kill Nobody». Я сделал ремикс на этот трек и Джоли Он Печ. Ему настолько этот ремикс понравился, что он нашел двух вокалистов, которые совершенно идентично этот трек перепели. Да, и в декабре, либо в январе выходит уже наш авторский трек. То есть он как раз в данный момент занимается урегулированием вот этих правовых вопросов. И мы выпускаем свой трек. Он будет также называться «Little Party Never Kill Nobody», только уже как авторский трек. Да, еще хотел бы рассказать, что с этого года, пока еще в тестовом режиме, но произошел запуск магазина «Fashion Music Records Shop». Это магазин, в котором можно заказывать одежду с символикой лейбла «Fashion Music Records». Плюс у меня есть свой уже слоган, свой логотип, можно сказать так. То есть это и мужская, и женская одежда, и летняя, и осенняя, которую можно из любого города России онлайн оформить заказ. И в течение ближайшего времени получить на почту. А скажи, когда и как вообще прошло твое первое выступление? Ты знаешь, на самом деле я гастролирую с 2006 года активно. И на выступлении было много. Естественно, как бы каждое по-своему было интересно. Я могу коротко рассказать об одном мероприятии. Меня приглашали, буквально только начал заниматься диджейингом, только все московские диджеи вперед. Меня пригласили в город Южно-Сахалинск. Это происходило в канун праздника Международный женский день. Восьмое, точнее, седьмое, восьмое и девятое марта. Это было три дня. Ну, естественно, я по-своему нервничал, думал как-то распределить силы. И настолько бывает такое, когда совпадает энергетика диджея, совпадает тот прием, который ему оказывают. В общем, получилось так, что я отыграл три дня. Я играл по четыре часа, я залазил на диджейскую стойку, кричал. Подходил директор, брал у меня микрофон, тоже кричал. Когда директор клуба кричит микрофон, я считаю, ну это... Это высшее уровень. Да, такое бывает очень редко. Я нашел настолько там, этот клуб назывался «Части Проджект», уже такого клуба не существует. Это такой уже легендарный клуб, уже в истории будем говорить так. Но настолько это тогда все хорошо было. То есть в клубе присутствовали и гости из Америки, и какие-то афроамериканцы, и итальянцы. Настолько была такая интернациональная дружественная обстановка. То есть, и вот, видимо, я все это подхватил. Я тогда еще играл с пластинок. То есть вот эти вот размахивания винилом в воздухе, да. То есть, естественно, я очень надеюсь, что такие вечеринки, они еще впереди. Но вот это она была самая первая, самая яркая. И то, что она была три дня, это настолько меня, видимо, вот так вот воодушевило. И, кстати, после этого меня приглашали еще на Дальний Восток, оставляли на две недели играть, потому что им, да, все это очень безумно нравилось. Вот. Ну, то есть, есть такие города, я очень рад этому, несмотря ни на что, в которых хорошо принимают диджеев, в которых они приходят не просто познакомиться, парень с девушкой, там, флирт и все остальное. Нет, они приходят именно для артиста. Они понимают, что этот артист играет, какая у него музыка. Я хотел бы надеяться, что в России будет больше таких заведений, таких площадок, где артист может себя показывать не просто вот, ах, вам нужно сегодня, да, вот этот вот хит. Ну, ладно, я вам буду его играть. То есть, нет и свобода. Чтобы диджей был максимально раскрепощен, чтобы диджей чувствовали себя артистами. Мне кажется, все к этому идет. Не так быстро, как хотелось бы, но очень бы хотелось, чтобы оно произошло в ближайшее время, потому что к этому все предпосылки есть. А скажи, чем вообще ты занимаешься, помимо музыки? Может быть, там... Футбол. Я играю в футбол. В данный момент я являюсь участником команды Старко, футбольная команда, команда, которая существует уже 20 лет. В этой команде играют многие популярные артисты, такие как Сергей Минаев, Виктор Зинчук, Пьер Нарцисс, Гарик Мошенник из «Ответных мошенников», Ираклий из «Майданов» и большое количество российских исполнителей, в том числе и гитаристы, в том числе и актеры, в том числе и те люди, которые выступают в цирке. То есть очень большой такой творческий и телеведущий, большой творческий состав, естественно, это большая конкуренция. В команде около 40 человек. В основном составе на матчах играют 11 человек, то есть, ну, и запасных 5 человек. Естественно, мне, как диджею, достаточно сложно проникнуть сразу в основной состав, потому что все-таки отдается предпочтение артистам, которые могут еще и после футбольного матча выступить, спеть какие-то песни. В этом направлении я тоже уже работаю. Как я говорил, мы записываем с Гариком Мошенником трек, в котором я уже буду как рэпер представлен. Естественно, я тоже хотел бы в этом направлении дальше развиваться. Ну и по поводу футбола. Это серьезная команда, это государственное, можно сказать так, предприятие, проходит регулярные тренировки на лучших стадионах Москвы. Это стадион «Спартак», это стадион «Локомотив», это стадион «Лужники». То есть, полноценный тренировочный процесс. Основная часть артистов, она летает по России, она дает концерты, она выступает в товарищеских матчах с коллегами. В этом году впервые в Москве в июне месяце проходил первый чемпионат мира по футболу среди артистов. Приезжали команды из 16, по-моему, или даже 20 стран, я уже сейчас точно количество не помню, в мае следующего чемпионата мира. Он проходил сегодня торпеда. И в следующем году, в мае, по-моему, последние 10 дней мая, уже известные числа будут проходить следующий чемпионат мира. Его решили сделать традиционным. То есть, это и Бразилия, и Румыния, и Англия, и Корея, по-моему, или Япония, я уже даже не помню. В общем, команды со всех стран, с максимальным, конечно, количеством артистов известных, в этом году приезжали участник группы из 17, играл за Англию, анонсировали приезд Томаса Андерсона, но не как футболиста, а как, скажем так, приглашенную звезду. Но это очень хороший, я считаю, праздник и футбола, и музыки. И вообще всегда у меня мечта была объединять футбол, как спорт, и музыку, как главное увлечение. Поэтому на вопрос, если бы я не был диджеем или музыкантом, я бы был футболистом. Это однозначно. У меня всегда такие мысли были. Ну, вот как судьба распорядилась по-другому. Здорово вообще. А вот спустя стих лет вообще, ты чувствуешь волнение перед сетом? Или, я бы даже сказала, перед выступлением сетом? Ну, я могу сказать так, что как такового волнения, наверное, его уже нет, потому что все-таки, когда человек уже долго крутится в какой-то сфере, он, естественно, уже набирается профессионализма. Наверное, меня больше вопрос волнует, попаду я или не попаду в музыкальный формат. Потому что многие люди, которые приглашают меня, они знают, какой я играю формат, какую я пишу музыку. А некоторые, они, может быть, и знают, но конкретный формат данного заведения подразумевает немножко, может быть, другую музыку. А есть такие заведения на данный момент, которые говорят, вы знаете, играйте что угодно, главное, чтобы людям было весело. И это задача диджея в определенный вот какой-то короткий промежуток времени, за полчаса там или, может быть, чуть больше, ему нужно понять вообще, то есть, подходит ли его музыка на данный танцпол. Либо бы нужно перестраивать вообще свой сет, либо играть андеграунд какой-то, либо, наоборот, в попсу уходить. Вот это, я считаю, самое главное. И оно присутствует всегда. То есть, вот не было ни одного такого... Ну, точнее, они были, но их немного. Моментов, где я играю, вот, не задумывая, что бы я хотел, всегда приходится, естественно, анализировать. Ага, ну, сейчас нужно, наверное, хит поставить, а сейчас нужно, наоборот, что-то такое пожестче. И это такая эмоциональная сложная работа. Естественно, никто ее не видит. Все думают, да, и диджеям уже легко играть. Ставишь, и все, да. То есть, а то, что диджей, допустим, в частности, да, как я сейчас стараюсь делать, играть только ту музыку, которую выпускаю я, которую нет в интернете, в свободном доступе. То есть, я эту музыку готовлю всю неделю, над каждым ремиксом работаю, над каждым каким-то треком. Все это собирается, тестируется в течение трех недель. И когда только уже вот конкретно появляется готовый финальный продукт, только потом он уже идет в массы, как говорится, да. Естественно, все это тяжело. Это нужно на ходу перестраивать себя. Нужно при этом улыбаться, тоже фотографироваться, да, там и так далее. Причем я работаю с микрофоном еще и тут же с людьми общаться. То есть, это все происходит за считанные доли секунд. И, естественно, это тяжело, потому что нужно себя максимально концентрировать на этом, чтобы все было под рукой, разбираться во всем материале. И что бы ни случилось, даже если музыка выключается, друзья, да так задумано, все хорошо и так далее. А с какого вообще диджея или музыканта ты берешь пример? Или вообще с кого можно взять пример? На самом деле, примеров можно взять много с кого, если честно. То есть, можно открыть топ-100 DJ Mag 2013, посмотреть имена диджеев. На самом деле, мне близки по, наверное, своему... По духу. Да, и по духу, и по своей музыкальной наполняемости проекта. Это Mike Candice, Christopher S. и Jack Holiday. То есть, у них есть... Это диджеи Швейцарии, у них есть своя группировка, свой лейбл, называется Loud Beat, по-моему... А, нет, не Loud Beat, это Италия. Я сейчас не вспомню, как называется их лейбл. У них есть своя... Своё комьюнити. Мы, в принципе, тоже с ними, можно сказать, уже чем-то похожи. То есть, есть основные участники лейбла, которые друг на друга делают ремиксы, которые выпускают и авторские треки, и ремиксы. Мне нравится их саунд, потому что, на мой взгляд, в чём преимущество этих людей, что они делают саунд актуальный, одновременный в России и в Европе. То есть, допустим, я могу назвать очень много примеров, когда в Россию приезжает диджей из других стран, и он не может понять, что нужно играть. Потому что есть, допустим, такой стиль, как Big Room, популярный сейчас в Европе. В Европе он везде хорошо проходит, куда бы человек ни приехал, на большие площадки, более 2000 человек, всё хорошо. Но когда диджея привозят в небольшой какой-то бар или клуб-ресторан, к примеру, бывает такое, специфика здесь своя, и она налицо. И не каждый человек готов взять и перестроиться, ну, а учитывая, что мы живём в России, поэтому мы как раз вот от этого и отталкиваемся, чтобы наша музыка, она была и в России, и в Европе востребованная. То есть, ну, а тот же Big Room, его, в принципе, ну, не так сложно сыграть. Ну, то есть, из артистов вот этих, да, ну, наверное, вот именно Майк Эндж Джек Холидей. То есть, так, в принципе, есть очень много друзей. И Крис Монтана, Германия, и Esquire, и Великобритания. Ну, я могу их долго перечислять. Германия, Нильс Ван Гог, Германия, Крис Артега, Германия, Дэйв Рамон. Они все мне очень нравятся, все хорошие музыканты. Я каждого из них уважаю. Раф Марчезини, Италия. Они, ну, они работают сугубо в своём ключе. И, скажем так, их, если взять их и позиционировать в России, что, в принципе, я и делаю, и рассматривать как максимально популярных звёзд, всё-таки вот команда Майка Кэндиса и Джека Холидей, у них в этом плане преимущество. И если посмотреть на их гастрольный график, они бывают чаще в России. А скажи, мы можем рассчитывать на твоё выступление в эфире нашего канала? В любом случае, да. Лейбл Fashion Music Records и ваш портал, мы партнёры, мы готовы с вами сотрудничать, готовы вам отправлять наши новые музыкальные релизы, готовы участвовать во всех ваших проектах, готовы и видеосъёмки, и интервью. Мы за то, чтобы появлялся и уже появился, и успешно развивался такой ресурс, как ваш, чтобы электронная музыка в России, диджеи и клубные мероприятия, чтобы они максимально шире освещались, и у людей было больше интереса. Какое-то представление вообще. Потому что, да, к сожалению, иногда возникает ощущение, что люди утратили желание интересоваться чем-то новым, познавать что-то такое неизведанное. Я вот думаю, что мы совместными усилиями как раз вот этот информационный, информационный пробел этот заполним, и будем сотрудничать здесь успешно и очень долго. Спасибо за уделённое нам время. Спасибо вам. С вами был DJ Favorite, и я, Аня Оленева, специально для сайта partytonight.ru. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!